здравствуйте уважаемые подписчики гости моего канала сегодня представляю мастер-класс по вязанию вот такой вот кофточки связана на разными на размер оверсайз подойдет от 44 до 50 что касается самой кофточки вот так вот она выглядит поближе она связана полностью лицевой гладью кроме от низа резиночка один на один манжета на рукавах совсем немножко тоже резиночка 11 ну и сам ворот тоже резиночка 11 связано она скажем совсем не сложно то есть я подробно рассказывает о мастер-классе как ее провязывала все детали поэтому если кто-то захочет вязать я думаю вас тоже все получится но если останутся какие-то вопросы задавайте в комментариях конечно же я вам помогу так что касается пряжи значит пряжа у меня была бобинная вот такие вот три бобинки одна бобинка это стопроцентный меринос 1500 метров 100 граммах а здесь у меня в составе мохер здесь супер кит мохер большая часть немножко совсем шерсть и остальное по и кофточка это связано именно вот с этих вот трех ниточек сразу хочу вам предложить скажем замену потому что бобина пряжа она конечно ну скажем ее не так легко найти именно такую можно взять тоже любую ниточку 1500 метров 100 граммах так и соединить вот допустим даже с такой газал супер кит мохер здесь у нас моточек 25 грамм 237 метров ну на 100 грамм это практически тот же метраж как и у меня был то есть здесь у меня ниточка тысячу метров если возьмете вот такую ниточку она почти тоже тысячу метров 100 граммах получится то есть можно брать смело вот такие два две ниточки и одну ниточку или шерсть или меринос ну или вообще можно полушерсть даже взять тоже в принципе можно соединять из более дорогой пряжи можно соединить тоже допустим взять вот дробь кит сил махер метраж у нас правда немножко меньше 210 метров 25 граммах и также можно взять меринос подобрать по цвету то есть две ниточки вот такие вот с мохером и одна ниточка с мериносом и практически будет одно и то же дальше видео я показываю как высчитать итоговый метраж там я даю формулу поэтому если кого-то заинтересует вы все увидите в этом мастер-классе так теперь по размерам сейчас пройдемся быстренько по размерам ширина длина высота так по уровню груди ширина 55 сантиметров длина вот я беру вот от этой точки вот от этой точки возле ворота и до низа 58 сантиметров так теперь рукав вот смотрите само плечо у меня получилось 22 сантиметра если от плеча длина рукава и до манжета это 50 сантиметров так а ширина самого рукава 18 сантиметров так ну и ворот вот смотрите если от этой точки до этой 24 сантиметра так а вот здесь вот у нас получается 15 но вы знаете он растягивается то есть одеваешь он плот прилегает к шее очень красиво смотрится так а ширина точнее высота ворота в 7 сантиметров так спицами я вязала основное полотно четыре с половиной на рукавах немножко я провязала четыре с половиной затем переходила на четверку что касается манжетов то у меня здесь провязан номер три номер три ворот у меня провязан спицами разного размера поэтому такая вот получилось скажем плавная горловинка и затем ворот хорошо облегает по шее в этом видео я все вам расскажу и покажу теперь краткое описание вязание у меня было снизу вверх то есть я набирала резиночку вот здесь вот набрана у меня петли затем вязала резиночку 11 круговое вязание дошла я до уровня пройм отложила несколько петель для подрезов с двух сторон и затем вязала уже поворотными рядами отдельно в спинку и перед при этом формировала скос плеча и горловину по переду и по спинке и затем сшивала швом петля в петлю плечиками связано швом петля в петлю так дальше вязала рукава то есть набирал вот здесь вот петлю и были связаны рукава делала у бабочки покутание немножко как бы еле-еле заметно и это уже кофта прошла быть его распушилась вы знаете очень такая мягкая цвет тоже очень красивым сейчас передается на камеру так дальше у нас резиночка шла совсем немножко и закрывала петли фабричным способом на манжетах и по вороту также закрывала петли фабричным способом что касается горловины я оформляла ложной кетлевкой так она выглядит поближе с двух сторон по изнаночной стороне вот так это ложная петлевка оформляется конечно красиво смотрится на изделиях ну а ворот как я уже сказала провязывала дальше разными спицами то есть сначала немножко больше а затем меньше и еще дальше меньшего размера вот наверное это те моменты на которых я хотела вам сейчас сейчас остановиться поэтому если вдруг какие вопросы будут задавайте в комментариях на все отвечу надеюсь что этот мастер-класс тоже будут кому-то полезен всем приятного просмотра спасибо за подписку спасибо за лайки и конечно за просмотр надеюсь что все мои видео которые я выпускаю вам тоже интересны и полезны до новых встреч приятного просмотра первую очередь расскажу из чего мы будем вязать эту кофточку что касается вот этой бобинки она у меня одна это стопроцентный меринос фабрика талегно 1500 метров 100 граммах будем брать одну ниточку на камеру цвет передался не совсем точно на самом деле немножко он более приглушенный здесь он прямо такой очень яркий но в тоже красивый цвет очень подошел вот именно к этому скажем мохеру поэтому я решила их соединить то есть мы будем вязать в три ниточки одну берем меринос и 2 именно вот эти вот мохер так что касается состава в данном случае это 50 процентов супер кит мохер 3 процентов шерсть 47 процентов по и метраж тысячу метров в 100 граммах поскольку мы будем брать две ниточки значит получается вот эта ниточка если мы соединяем 500 метров 100 граммах так и берем как я уже сказала вот эту вот ниточку одну мериноса то есть у нас получаются две ниточки с мохером и 1 ниточка с мериносом если высчитать общий метраж итоговой точнее вот этот итоговый метраж ниточка довольно тонкая получилось 375 метров 100 граммах если кто-то не знает как высчитывать итоговый метраж тем сейчас быстренько покажу вот эту формулу вот эта формула смотрите м это и дмитров метраж итоговой м1 это метраж первой пряжи на 100 грамм обращаю внимание на то что им берем именно сколько метров 100 граммах затем м2 это метраж второй пряжи 100 граммах смотрите сначала мы должны умножить затем разделить на сумму вот этих вот двух скажем метражей и в результате получается итоговый метраж то есть у меня получается 100 граммах вот это вот ниточка 500 метров а меринос 1500 метров в результате смотрите сначала мы их умножаем то есть 1500 умножить на 500 и затем разделим на их сумму то есть здесь у нас будет 1500 плюс 500 и в результате у меня вот такая вот цифра получилось 375 метров 100 граммах так и вот по этой формуле меня получился вот этот вот метраж смотрите я связал образец вот у меня такой образец получился вот смотрите половину я связала с мериносом а затем отдельно связала меринос то есть я как-то подумала что может быть сделать такие вставки чисто с мериноса но все-таки скажем передумала так поэтому в данном образце это вот самое начало у нас вот это вот зиночка 11 немножко провязала плотность вязания у меня получилось 2,4 петли в одном сантиметре я буду вязать в круговую набирать петли и будем набирать 250 петель то есть мы будем вязать перед и спинку сразу одновременно выбираем следующим образом сначала мы должны посмотреть какая длина нити у нас должна быть для того чтобы правильно более-менее скажем точно рассчитать длину нити можно воспользоваться следующим способом смотрите берем ниточку и наматываем на спицу десять раз таким образом смотрите вот один раз уже промотали второй раз 3 4 5 6 7 8 9 и 10 и вот это вот у нас получается длина которая нужна для того чтобы набрать 10 петель поскольку у нас будет 250 петель ну и плюс еще одна петля для замыкания в круг значит мы должны набрать смотрите это нужно на 10 петель а у нас 250 значит еще 25 раз мы должны отметить вот это вот длину мы еще немножко сантиметров 5-10 я беру для того чтобы все-таки потом быть уверены в том что ниточки нам хватит у нас 1 2 3 4 и вот таким образом складываем и берем вот эту ниточку для того чтобы набрать первый ряд берем спицы номер 4 и набираем петли кладем вот это вот нашу середину ниточки на палец большой указательный спицу под нить указательный палец сверху и вот такие вот движения первое у нас будут это у нас первое и она у нас двойная петля следующее движение будут одинаковые с указательного пальца дальняя ниточка а с большого ближние и заводим вот эту петлю сильно не подтягиваем и одни и те же действия повторяем дальше с указательного дальняя ниточка а с большого ближняя и так мы набираем с вами 250 петель плюс одну петлю для замыкания в круг вот таким образом что касается количество петель чтобы не потерять можно пользоваться маркерами допустим набрать 50 петель и повесить маркер опять набрать 50 петель и опять маркер повесить тогда будет удобно пересчитать сколько петель у нас будут на спицах смотрите у меня спицы номер 4 2 спица у меня три с половиной я их сразу так вот соединила для того чтобы дальше вязать было удобнее то есть рабочая спица у нас будет номер 4 как я уже сказала а 2 номер три и так набираем дальше петли 250 петель плюс одну петлю для замыкания в круг вот я уже провязала три ряда резиночка один на один провязана у меня уже резиночка один на один если в сантиметрах это у меня получается 6 и сейчас мы будем переходить на спицы немножко большего размера то есть резиночка связан номер четыре спицы мы сейчас будем брать в работу номер четыре с половиной я возьму деревянные для того чтобы было удобнее вывязать вот эти вот ниточки с мохером ниточка более скользит когда именно спицы деревянные по мохеру правая спица у меня будет четыре с половиной левая будет 4 сейчас на лесках я поменяю вот эти вот спицы вместо синие у меня будет четыре с половиной а вместо вот этого будет номер четыре дальше по вязать по кругу лицевыми петлями у меня уже провязана высота до проймы сантиметрах у меня получается 35 36 сантиметров и мне это уже достаточно если вы хотите немножко подлиннее значит вяжите еще больше сантиметров но если кому-то покороче нужно можно вязать и покороче это уже скажем как вы пожелаете так теперь что касается ширины по лицевой глади вот здесь у меня получается где-то 56 57 сантиметров так это в ширину теперь дальнейшее вязание будет заключаться в том что мы поделим на перед и спинку то есть на две части был вывязывать отдельными частями так но кроме того вот у нас идет маркер это начало ряда здесь мы от маркера по обе стороны 3 петельки возьмем для подрезов то есть мы их сейчас про вяжем эти вот 3 петли до маркера и после маркера и переснимем на маркер вот смотрите им сейчас покажу эти три петельки мы с вами провязали я их сейчас верну опять на спицу и беру маркер можно взять ниточку дополнительно я возьму маркер 1 2 и 3 петли так вот три петли которому взяли до маркера сейчас этот маркер пока снимем опять провяжем следующие три петли 123 это же переснимем на маркер то есть эти шесть петель у нас будут для подреза и так мы сделаем и с одной стороны и с другой вот получается эти шесть петель у нас будут для подреза получаются такие ложные подрезы так сейчас мы с вами про вяжем про вяжем до второй части поскольку у нас на спицах 250 петель значит так и и затем тоже три петли взять отдельно на маркер и вторые три петли тоже отдельно взять на маркер так получается вот смотрите с одной стороны мы 6 петель по центру сняли на маркер и с другой стороны то есть на одной части то есть на одной спице у меня 119 петель на другой спице тоже 119 петель так и сейчас мы с вами будем провязывать каждую часть отдельно прямыми и поворотными рядами то есть вот у меня здесь ниточка поэтому я сейчас иду на изнаночную сторону и начинаю провязывать сейчас уже изнаночный ряд то есть будут у меня сейчас петли изнаночные вот по этой стороне видите то есть мы доходим до этого маркера до этих подрезов и дальше опять идем на лицевую сторону и таким образом каждую час мы с вами будем отдельно провязывать дальше сейчас мы с вами будем вязать спинку так единственный момент сейчас хочу уточнить нужно уже спицы менять на четыре с половиной то есть у нас поворотные ряды поэтому будут спицы одинаковые и одна спица и вторая четыре с половиной так и кроме того хочу также уточнить что у нас первая петля тоже будут провязываться вот смотрите это у нас изнаночный ряд и первая петля у нас не снимается как я сказала а будет у нас провязываться так вот мы ее будем провязывать изнаночной петлей дальше тоже все петли пойдут изнаночные что касается последней петли то конечно мы тоже с вами будем ее провязывать в данном случае последняя петля будет у нас изнаночная так в лицевых рядах тоже будут провязываться первая петля тоже будут провязываться вот так дальше идут все петли лицевые так провязала я вот по спинке вот это вот нашу высоту получается вот это вот у нас будет пройма вот это вот часть так и в сантиметрах около 19 посмотрите вот так вот если растянуть но вот конечно и побольше но дело в том что немножко тянется поэтому естественно от 19 до 20 у меня получается вот это вот высота пройма так сейчас что касается дальнейшего вязания смотрите вот у нас это спинка по спинке мы сейчас распределим петли на плечики и на горловину вот у меня уже маркеры есть вот один маркер вот второй маркер это по центру значит здесь у меня получается 37 петель вот это вот плечики с другой стороны 37 петель и по центру 45 то есть по горловине вот в таком плане таком виде у нас получается распределение петель по центру у нас на горловину 45 петель так теперь я немножко в кратенько расскажу что мы с вами дальше будем делать поэтому если кому-то скажем эта информация не нужно вы дальше будете провязывать вместе со мной но в любом случае сейчас вам расскажу чтобы было скажем те теоретически понятно вот у нас это плечо 37 петель вот это вот плечо с одной стороны и с другой стороны мы его будем провязывать укороченными рядами то есть делать скос плеча получится что у нас точек разворота будут всего 4 1 2 3 4 37 петель разделим примерно на 5 частей 8 8 7 7 7 но точек разворота будет на одну меньше то есть если 5 частей то точек разворота будет на одну меньше что касается высоты вот это вот наши вскоса три сантиметра три сантиметра и получится в ряда у нас восемь рядов то есть четыре точки разворота значит мы провяжем 8 рядов дальше смотрите мы будем делать также одновременно закрывать петли по спинке то есть вот эти вот центральные петли мы еще будем закрывать каким образом по центру мы закроем сначала 25 петель полностью а затем по 10 петель каким образом сначала 5 петель закроем потом 3 петли и потом 2 но у нас вот это вот закрытие петель по горловине по спинке будет вот здесь я специально отвела в кружок вот эту точку разворота то есть тогда когда мы будем делать вторую точку разворота мы по центру закроем 25 петель и дальше уже будем сокращать вот эти вот петельки то есть получится что у нас вязание будут уже разделено на две части с одной стороны плечики и с другой стороны теперь что касается провязывания нашего нашей спинки вот мы сейчас здесь находимся значит мы дойдем полностью провяжем вот эту вот часть и здесь остановимся не доходя 8 петель то есть вот у нас вот эти вот 8 петель по обе стороны у нас будут закрываться одинаково так не доходя 8 петель мы остановимся вот здесь вот развернемся назад и пойдем уже по изнаночной стороне дойдем до этой части опять 8 петель не доходя вот этих вот мы вот здесь вот первой точке развернемся и по лицевой стороне мы уже пойдем провяжем опять уже не доходя опять вторых 8 петель развернемся по изнаночной стороне пойдем уже вот в эту часть тоже во второй точке остановимся развернемся не доходя 8 петель и дальше смотрите внимательно вот после второй точкой как я закроем по центру 25 петель то есть у нас всего здесь 45 петель 10 с одной стороны про вяжем и закроем 25 петель с другой стороны останется тоже 10 петель мы их про вяжем и дальше уже будем делать скос плеча оставшиеся вот эти вот по 7 петель который у нас останутся ну я думаю те кто вяжет все будет понятно если кто-то скажем трудновато это я сейчас вам покажу поэтому вот таким образом начинаем дальше провязывать начинаем делать скос плеча первый ряд провязываем сейчас 37 петель первого плеча затем центральная 45 петель на втором плече не доходя 8 петель остановимся то есть в конце ряда 8 петель не доходя остановимся так 8 петель у нас остается на этой левой спицы разворачиваем вязание на изнаночную сторону и сейчас делаем первую точку разворота у нас это изнаночные петли значит разворачиваемся следующим образом вот это у нас петля изнаночная мы вводим спицу вот таким способом ниточку отводим назад и снимаем со спицы у нас получается вот это вот петля как бы двойная это изнаночная дальше идем до конца второго плеча тоже не довязывая 8 петель по этой изнаночной стороне доходим до конца ряда на спице левой остается 8 петель разворачиваем вязание уже на лицевую сторону и делаем точку разворота вот это вот это идет по этой стороне первая точка разворота поскольку у нас петля лицевая 1 значит мы ее будем разворачивать следующим образом вот смотрите ниточка за работой правую спицу вводим спиц вот таким образом петлю точнее а эту рабочую нить набрасываем на спицу вперед и у нас вот уже две как будто бы петля двойная получается это у нас первая точка разворота ниточку сейчас назад поскольку у нас петли лицевые дальше идут и провязываем лицевыми петлями дальше вот мы с сделали по одной точке разворота с одной стороны вот она у нас видно вот это вот . разворота вот она 2 эти петельки они выделяются здесь у нас 8 петель год 2 4 6 8 а дальше идет вот это вот одна петля она двойная но будет провязывается как одна когда будет последний сглаживающий ряд с другой стороны тоже самое вот у нас видите отделяются даже 8 петель и идет уже двойная петля вот это вот мы тоже и будем потом провязывать 1 сейчас у нас идет вторая точка разворота то есть мы вот здесь вот остановились мы идем сейчас по лицевой стороне провязываем полностью до 2 плеча и не доходим до 8 следующих петель то есть у нас получится вот эти вот 8 петель мы уже их считать не будем эту двойную петля двойную петлю мы с вами считаем как одну 1 2 3 4 5 6 7 8 вот вот до этих следующих восьми мы не до вяжем остановимся сделаем таким же самым образом точку разворота как мы делали я уже показывала возвращаемся по лицевой стороне до 2 плеча и остановимся вот здесь вот то есть уже под вторая точка разворота я и обвела в кружок почему потому что мы после этой второй точки разворота пойдем по лицевой стороне и по центру уже был формировать горло горловину вырез по горловине и будем закрывать двадцать пять петель давайте так мы сейчас вот здесь вот так сделали одну точку разворота идем на вторую точку разворота самостоятельно по изнаночной стороне доходите до второй точки разворота вот этой вот и давайте тогда остановимся так сейчас у нас идет уже вторая точка разворота довязываем до конца ряда не доходя 16 петель помним про то что одна петля двойная вот это вот она у нас считается как 1 вот это вот одна петля провязываем дальше самостоятельно все-таки покажу вам вторую точку разворота значит смотрите вот она у нас двойная петля еще раз это считается как одна петля 1 2 3 4 5 6 7 и 8 8 петель оставляем разворачиваем вязание на изнаночную сторону и будет петля у нас разворотная изнаночная опять же ниточку на себя спицу заводим вот эту петлю снимаем и набрасываем нить назад то есть отводим ее назад это изнаночная разворотная так дальше идем уже по изнаночной стороне и доходим на втором плече не доходя следующих 8 петель и остановимся здесь тоже не доходим вторых 8 петель вот смотрите она уже у нас является как я сказала вот эти вот первые 8 петель 2468 дальше идет у нас двойная петля она считается как 1 1 2 3 4 5 6 7 8 разворачиваем вязание на лицевую сторону уже здесь делаем точку разворота поскольку у нас петля лицевая ниточку назад правой спицы вводим петлю вот таким образом снимаем и перебрасываем ниточку вперед вот таким способом вот у нас двойная петля она считается как 1 запомните это так вот смотрите мы сейчас во второй точке разворота и как я уже сказала вот здесь мы здесь у нас осталось 21 петля здесь у должна остаться 21 петля мы сейчас будем идти провяжем лицевой ряд дальше провяжем после маркера 10 петель 10 петель вот этих вот и закроем сразу уже 25 петель центральных по горловине и пойдем уже опять провяжем 10 оставшиеся петель и будем делать дальше скос плеча вот таким образом получается что мы сейчас вам провязывать вот эту вот сторону а эту сторону мы с вами провяжем уже после того как вы вяжем вот это вот часто есть присоединим ниточкой будем вывязывать уже отдельно значит так вяжем дальше провязываем до маркера и еще 10 петель центральных то есть вот здесь вот мы остановимся сейчас так 10 петель у меня уже провязана здесь и сейчас закрываем 25 петель вот эти вот закрываем самым обычным способом первую петлю провязываем 2 тоже провязываем и предыдущий вот это вот набрасываем на следующую петлю ниточка не видно вот она и дальше повторяем эти действия ниточка расслаивается так немножко и по праву вот это у нас одна петля который мы уже с вами сократили и дальше повторяем действие провязали и набросили предыдущую единство смотрите что они не были натянуты то есть здесь вот не должно быть сильно стянуто иначе по горловине будет очень тесно немножко вот так вот провязали и посмотрели и конечно не широкие петли оставляем вот таким образом посмотрели натянули если она сильно стягивать все таки нужно немножко скажем перевязать потому что она будет стягивать по горловине закрываем 25 петель вот эти вот затем провязываем 10 до маркера так и дальше идем уже в следующую точку разворота то есть это у нас уже будет 7 петель 8 8 и не доходя 7 петель опять останавливаемся здесь так центральной 25 петель у меня закрыты провязаны 10 петель до маркера 2 4 6 8 10 да и сейчас мы дошли до третьей точки разворота то есть здесь уже оставили 7 петель сначала было по 8 3 у нас 7 получается вот у нас одна точка разворота и вот у нас вторая точка разворота видно сейчас отсчитываем 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 разворачиваем вязание на изнаночную сторону и сейчас мы с вами будем провязывать вот эту вот часть вот эту вот сторону то есть мы пока уже был вязать только одну часть значит сейчас мы с вами развернулись делаем точку разворота разворотную петлю изнаночную провязываем сейчас до конца этого ряда не доходя одной петли последнюю петлю мы просто ее снимаем вот таким образом разворачиваем вязание уже на лицевую сторону и сейчас мы будем делать вот эти вот пять петель убавлять значит смотрите первую петлю которым оставили и вторую мы провязываем за заднюю стенку лицевой чтобы не было такой большой ступеньки вот одна у нас сократилась петля дальше 2 3 4 и проверяем нас должно остаться 5 петель 2 4 5 и еще одну петлю вот мы с вами сократили эти пять петель осталось до маркера тоже 5 петель вот эти вот два и три так и сейчас мы провязываем с вами опять по лицевой стороне не доходя 7 петель вот это у нас . разворота значит еще 7 петель отсчитываем и останавливаемся здесь это у нас будет уже последняя точка разворота то есть это у нас уже 4 будет . провязываем эти пять петель и дальше отсчитываем 7 петель вот вот этой третьей последняя точка разворота здесь у нас 7 петель осталось и вот последней точке тоже у нас 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 так на изнаночной стороне делаем разворот на петлю и провязываем изнаночными до конца ряда не доходя одной петли здесь у нас уже мало петель осталось вот одна вторая третья четвертая провязываем а последнюю нить перед работой разворачиваем вязание на лицевую сторону и делаем 3 петли убавляем вот эти вот три у бабочки сейчас то же самое за заднюю стенку подхватываем две первые петли и провязываем затем сокращаем еще 2 так у нас остается до маркера две петли так вот у нас получилась такая ситуация смотрите осталось 2 петельки которые мы должны убавить вот эти вот так и у нас как бы точек разворота больше нет то есть мы с вами делили на 4 на 5 частей но 4 точки разворота вы знаете я сделаю еще одно дополнительно в принципе здесь ничего страшного нет то есть у меня уже получится не 4 точки опять поскольку это вот тонкая такая ниточка мохер я думаю здесь ничего страшного не будет поэтому провяжем одну вторую третью петлю развернемся на изнаночную сторону также сделаем вот эту вот петлю разворота как мы делали вернемся назад так вот этот маркер не доходя одной петли развернемся и вот сейчас уже у нас делаем сделаем последние у бабочки до маркера одна петля за две петли стенки за две задние стенки вместе убираем маркер и еще одну петлю нужно сократить так вот мы с вами сократили полностью смотрите у нас получается полностью вот эти вот петли на спицах нужно пересчитать их должно у нас быть 37 здесь у должно быть 37 петель и сейчас мы с вами будем делать последний ряд он называется сглаживающий то есть вот эти где двойные петли мы с вами будем провязывать вместе сейчас вам покажу каким образом первую петлю мы снимем затем лицевая смотрите вот у нас получилось еще одна дополнительная точка разворота но еще раз повторяю на тонкой пряжи здесь ничего страшного нет даже если мы не совпало первоначально провязываем за задние стеночки вот таким образом еще раз показываю вот у нас то двойная петля мы заводим спицу вот так и провязываем лицевой петлей дальше пошли у нас петли лицевые внимательно смотрите вот у нас опять это точка разворота была и провязывая таким же самым образом вот они полностью разворачивается и здесь уже все красиво смотрится и таким образом повторяем до конца ряда то есть провязываем полностью до конца этого ряда и на этом у нас плечо будет одно уже выполнено и вот так вот выглядит у нас скос плеча когда мы провязали его полностью вот это сглаживающий ряд вот видите уже скос плеча сформирован здесь у нас будут горловина сейчас мы с будем вывязывать вторую сторону но вспомним о том что мы остановились после второй точки разворота то есть мы сделали одну и вторую точку разворота здесь они уже есть то есть вот смотрите даже если посмотреть вот у нас первая точка разворота видно вот и 2 вот она то есть мы сейчас присоединим ниточку вот сюда будем вязать по изнаночной стороне не до вяжем не до вяжем вот этих вот 7 петель я уже не буду показывать она будет провязываться скажем симметрично второму плечу единственно вот смотрите обращаю ваше внимание на то вот это вот одна часть у нас вторая часть и опять отсчитываем 7 петель 1 2 3 4 5 6 7 вот здесь вот то есть провязываем сейчас вот сюда затем разворачиваемся на лицевую сторону так делаем разворотную петлю как мы делали провязываем до маркера и дальше смотрите внимательно здесь у нас уже будут убавки по изнаночной стороне провязываем полностью лицевые петли разворачиваемся и опять делаем такие же самые убавки вот 5 петель сначала убавим уже изнаночными оставляем остальные 5 петель провяжем дальше идем следующие разворот делаем вот этот вот 4 разворачиваемся на лицевую делаем разворотную петлю лицевую дальше идем вот в конец провязываем оставшиеся 5 петель и по изнаночной стороне опять же делаем убавки 3 петли так единственно что у нас вот здесь как я сказала получиться еще одна разворотная петля для того чтобы нам последний вот эти две бабочки сделать дополнительно так присоединили вот ниточку и начинаем провязывать 1 петля провязываем изнаночной для того чтобы она соединилась дальше полностью вяжем эти изнаночные если кто-то если кому-то стало это все понятно нету скажем вопросов вяжите дальше самостоятельно если кому-то надо посмотреть значит я вам сейчас покажу эту сторону как мы вяжем значит вот у нас пошла эта страна мы с вами провязываем не доходя 7 петель вот от этой части смотрим внимательно считаем обязательно потому что должно быть все одинаково вот смотрите еще раз при считаем 2 4 6 8 1 петля двойная 1 1 2 3 4 5 6 7 8 да и вот пошла еще третья часть 1 2 3 4 5 6 7 вот 7 петель мы оставляем это у нас идет третья точка разворота разворачиваемся на лицевую сторону так ниточка за спицу делаем разворотную петлю набрасываем ниточку вперед опять назад и провязываем дальше лицевые петли так до конца ряда не доходя одной петли перебрасываем маркер у нас здесь должно быть 10 петель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 и вот это вот петля 10 так мы ее не будем провязывать потянем ниточку нить уже у нас будут за работой разворачиваем вязание на изнаночную сторону и провязываем ты вместе изнаночной так подтянем ее вот у нас одна убавка было еще должно быть 5 убавок так всего значит еще четыре бабочки провязываем и набрасываем предыдущую это у нас вторая убавка теперь 3 убавка 4 и 5 и смотрите пересчитаем у нас на спицах должно быть до маркера 5 петель вот они сейчас провязываем эти петли перебрасываем маркер так и смотрите опять 7 петель мы с вами оставляем 7 петель провязываем 1 2 3 4 5 6 7 ну и посмотрим вот у нас оставшиеся 7 петель вот эти вот разворачиваемся на лицевую сторону делаем разворотную петлю уже по лицевой стороне вот так провязываем эти петли лицевые маркер перебрасываем 5 петель полностью провязываем вернее 4 последнего не провязываем нить уже за работой и разворачиваем на изнаночную сторону делаем сейчас убавки вот эти вот три петельки значит три петельки мы с вами вот так вот за задней стенке провязываем это у нас одна петля провязываем набрасываем 2 петля и 3 и у нас до маркера останется две петельки так дальше как мы помним вот и по этой стороне мы с вами взяли еще одну дополнительную точку разворота поэтому провяжем также 3 петли развернемся делаем точку разворота на себя нить провязываем лицевые оставшиеся маркер можно уже убрать разворачиваемся по изнанке и делаем последние 2 у бабочки за задней стенке первые две петли 1 убавка и 2 петля убавка вот и смотрите у нас получается идет ряд по изнаночной стороне но мы сейчас с вами вам делать сглаживающий ряд то есть провязывать вот эти вот двойные петли вместе то есть полностью сейчас провязываем без никаких точек разворота каким образом они провязываются смотрите одна петля а потом у нас сразу идет двойная петля вот она этого точка разворота мы ее вам делать вот таким образом вот оттуда подхватываем и провязываем вот так вот мы провязали с вами эту точку разворота двойную петлю дальше идут опять изнаночные провязываем доходим до точки разворота так не перепутаем доходим до точки разворота так внимательно смотрим вот она вот она видите вот это вот так и провязываем ее таким же самым образом так она провязывается ведь еще раз вам покажу оттуда подхватываем и провязываем то есть изнаночные получается вот так и дальше идем до конца ряда это у нас последний ряд по этой стороне вот она спит двойная петля и после этого отрезаем ниточку оставляем также необходимую длину для того чтобы он потом шире с вами мы будем сшивать шов петля в петлю наши плечики с этого как провяжем перед так и вот так вот выглядит у нас по этой стороне наши плечо вот видите тоже скос плеча он уже виден это у нас получается горловинка и плечики эти петли можно переснять на дополнительную спицу точнее на дополнительную леску или на ниточку как вам скажем более удобно сейчас вяжем перед берем ниточку в работу присоединяем ее вот у нас идет возле подрезов наших начала первый ряд у нас будет лицевой так первая петля у нас будет провязываться всегда если это лицевой ряд вот первая петля лицевая если будет изнаночный ряд поворот на вязание сейчас у нас вот первая петля под изнаночная провязывать вот таким образом то есть у нас идут сейчас прямые и поворотные ряды так же как и по спинке провязала я уже вот перед чтобы вы понимали разницу это у нас спинка скос плеча и не довязываем 8 сантиметров до этого скоса плеча сейчас я распределила петли следующим образом так же как и по спинке 37 петель вот с одной стороны маркерами отметила с другой стороны маркера и по серединке 45 петель то есть мы с вами будем по серединке тоже провязывать формировать вырез для горловины кроме того у нас еще будет скос плеча он будет точно так же выполнен как и по спинке вот таким образом смотрите поделим тоже на 4 части и был был выполнять вот эти точки разворота что касается закрытие по по переду вот эти вот у нас 45 петель мы закроем следующим образом сначала закроем центрально 15 петель вот здесь вот а затем будем выполнять вот эти вот убавки два раза по 3 петли 3 раза по 2 петли и еще три раза по одной петли то есть у нас получится 1 2 3 4 5 6 7 8 8 рядов двойных это у нас получается 16 рядов мы еще здесь должны провязать для того чтобы закрыть вот эти вот петли что касается скоса плеча когда мы с вами его будем выполнять вот смотрите у нас осталось еще где-то 4 сантиметра 4 сантиметра 4 сантиметра осталось до того как начнется скос плеча то есть сейчас мы с вами будем делать вот это вот у бабочки по центру но скос плеча у нас будет только через 4 сантиметра я думаю все понятно объяснила вам то есть у меня пока провязана вот это вот где-то 16 сантиметров а всего получается около 20 высота проймы поэтому мы с вами сейчас начинаем вот отсюда провяжем полностью 37 петель вот этих вот затем провяжем дальше мы с вами провяжем вот эти вот 15 петель после маркера 15 петель и следующие 15 петель вот этих вот мы закроем сейчас остановимся провязываем полностью вот здесь и еще 15 петель и здесь давайте остановимся после маркера провязана 15 петель и сейчас 15 петель центральных закрываем самым обычным способом таким же как мы закрывали по спинке первая петля провязывается 2 тоже провязывается и набрасываем на эту так дальше опять провязываем и набрасываем предыдущую вот таким образом у нас до маркера тоже должно остаться 15 петель тоже не напрягиваем ниточку не натягиваем сильно чтобы было более так свободно потом будем набирать здесь петлю так вот осталось у меня 15 петель до маркера и дальше мы будем провязывать вот это вот сторону нашу то есть с этой стороны мы уже отложим вязание мы потом вернемся а вот это вот часть мы с вами будем провязывать значит я уже дальше показывать не буду самое главное самое главное мы сейчас будем делать вот эти вот у бабочки как я сказала таким образом через ряд вот сейчас мы закрыли идем по лицевой стороне до конца ряда затем переворачиваем на изнаночную сторону идем назад и опять разворачиваемся и здесь уже три петли закрываем ну помню про то что одну петельку мы с вами не провязываем в конце переснимаем а затем за заднюю стеночку здесь вот провязываем две петельки вместе значит так и кроме того помню что когда мы с вами провяжем еще четыре сантиметра на высоту мы начинаем делать скос плеча я думаю что провязываем спинку вам более менее стало понятно все поэтому сейчас провязываем самостоятельно не спеша здесь делаем убавки по горловине и через четыре сантиметра делаем скос плеча укороченными рядами после того как мы выполним одну часть переда перейдем на другую сторону и будем точно так же симметрично выполнять вот эти вот наши у бабочки по горловине и через четыре сантиметра дальше будем делать уже скос плеча провязываем уже дальше самостоятельно так я немножко сейчас покажу что у нас получилось когда вяжем перед вот смотрите у меня осталась одна у бабочка вот это вот одна убавка у меня осталось еще сделать выполнить по переду так и здесь у меня по пройме уже вывез она полностью вот эти вот четыре сантиметра вот я отметила маркером поэтому четыре сантиметра у меня уже полностью провязана вот здесь вот и у меня начнется скос плеча то есть сейчас я буду идти вот здесь вот сделаю одну бабочку и дальше пойдет у меня вот этот вот ряд буду делать уже укороченные ряды то есть в начале ряда у меня будет одна убавка и я не вяжу уже в этом ряду 8 петель до конца развернусь и пойду по изнаночной стороне провязывать дальше укороченными рядами точнее вот эти вот петли которые я буду не до вязать сначала 8 петель потом 8 петель ну и дальше по 7 петель так то есть у меня уже сделал вот эти вот у бабочки они у меня с этой стороны и так вот они выглядят если по центру у меня получается вот как бы вот так вот выглядит горловин к и здесь у меня получается еще немножко нужно провязать для того чтобы сделать вот этот вот скос плеча так дальше делаем самостоятельно провязываем вот эту сторону и затем сделаем выполнил сглаживающий ряд так же как мы выполняли по спинке последний ряд сглаживающий когда мы провязываем укороченные вот эти вот разворотные петли точнее вместе затем перейдем на эту сторону присоединим ниточку вот здесь вот и будем дальше выполнять точно такое же убавление по горловинке затем когда останется одна петля вот это вот опять мы сделаем начнем скос плеча то есть выполняем все точно так же и и когда уже выполним скос плеча 1 2 остановимся и будем сшивать вот эти вот наши плечики швом петля в петлю итак я уже провязала полностью скос плеча это с одной стороны вот так она будет выглядеть здесь у нас посерединке горловина вот так она выглядит горловинка это и с этой стороны тоже у нас вот такой вот скос плеча получился здесь у нас маркер стоит это начало наших вот этих вот убавок так и теперь я буду закрывать вот эти вот петли швом петля в петлю если кто-то еще не умеет выполнять вы можете сейчас перейти по ссылочке на появится в правом верхнем углу и вот этот шов выполнить с одной стороны и с другой стороны так и расстояние вот это этой точки до вот этой получается где-то 24 сантиметра что касается вот здесь вот у нас по спи от спинки переда у нас получается разница 8 сантиметров сейчас начинаем вязать рукава что касается количество петель на руках смотрите вот эти вот петельки которые мы оставляли для подреза вот эти вот 6 петель они тоже идут сюда в руках и вместе с этими шестью петлями у меня всего набрано по рукаву 100 петель то есть здесь у нас 6 петель и с двух сторон я набрала по 47 петель с одной стороны и с другой стороны одинаковое количество так и вот эти вот 100 петель мы сейчас с вами будем вязать это у нас будет рукав вешаем вот здесь вот марка в начале ряда если кому-то удобно вязать на спицах 40 сантиметров берите спицы с леской 40 сантиметров или же методом magic club можете вязать то есть на спицах с длинной леской если кто-то не умеет еще вязать на спицах с длинной леской вы можете посмотреть ссылочка сейчас появится в правом верхнем углу magic club очень удобный способ вязания с длинной леской поэтому вяжем дальше рукав первый ряд у меня провязан полностью лицевыми петлями и сейчас во втором ряду мы будем делать убавки убавки мы будем делать следующим образом первые две петельки потянем ниточку еще вот это вот первые две петельки в начале ряда мы с вами будем провязывать за передние стенки таким образом это у нас будет убавка вправо затем полностью вяжем этот ряд довязываем до конца вот здесь вот не довязывая две петли так не довязываем вот эти вот две последние петельки будем делать убавку влево эту мы снимаем 2 провязываем и набрасываем на следующий вот таким образом это будет убавка влево то есть у нас у бабочки будут скажем так рядышком в начале ряда и в конце дальше мы вяжем опять лицевой ряд и таким образом мы с вами будем делать вот эти вот у бабочки в следующих рядах итак провязываем не уже полностью рукав до манжета вот так он выглядит поближе полностью лицевая гладь так что касается убавок значит мысти выполнили 11 убавок то есть 22 петли мы с вами убавили было 100 петель изначально убавили 22 значит сейчас на спицах у нас 78 петель что касается длины рукава у меня рукав будет скажем так такой немножко длинный я хочу немножко вязать его по длине и вы смотрите уже сами то есть вяжите и примеряйте когда вы посмотрите что достаточно то в принципе можете остановиться вязать тогда манжет так что касается моей длины рукава вот у меня получается 44 сантиметра длина вот этого рукава и если в рядах у меня получилось 129 рядов что касается манжета значит у нас как я сказала на сейчас 378 петель с одной стороны 39 другой стороны 39 петель и перед тем как выполнять манжет резиночку один на один я немножко сокращу петель 78 петель на манжет мы оставим пятьдесят две петли то есть 26 петель мы с вами убавим на одной стороне 13 петель и на другой стороне тоже 13 петель убавлять можно следующим образом переходим кстати на спице номер три и что касается рукава вы знаете я где-то провязала вот столько это сантиметрах около 15 и тогда я перешла на спицы номер три с половиной то есть здесь у меня выполнен номер точнее номер четыре с половиной вязала вот эту часть а после того как провязала 15 сантиметров я перешла на спицы номер четыре номер четыре манжет я буду увязывать спицами номер три сейчас в работу берем спицы номер три и перед тем как выполнять манжет петель и сократим каким образом первую петлю мы с вами будем провязывать а затем вам делать убавки вот смотрите я вам покажу на одной стороне а там уже разберемся и и с другой первая петля мы провяжем провязывается дальше 2 петельки мы с вами будем сокращать за переднюю стенку вот таким образом опять петля провязывается лицевая дальше идет 2 петли вместе за передние стенки лицевой и таким образом мы с вами выполняем вот я выполнил убавки уже на одной стороне здесь у меня 26 петель точно также выполняем такие убавки и на другой стороне тоже у нас был рукава у меня уже полностью провязана резиночка у меня получилось совсем скажем небольшая около трех с половиной сантиметров и закрыла я петли фабричным способом вот так вот выглядит он поближе с изнаночной стороны с лицевой стороны если кто-то еще не умеет закрывать петли фабричным способом можете перейти по ссылочке сейчас она появится правом верхнем углу посмотреть видео я думаю что тоже вас все получится в крайнем случае можно закрыть и обычным способом после этого мы с вами приступаем к следующему этапу у нас осталось обвязка горловины так что касается горловины я сейчас буду приступать к выполнению ложной петлевки то есть сейчас буду набирать вот эти вот петельки по горловинке для этого я буду брать спицы на полу размером даже на целый размер меньше чем основное полотно то есть у меня будут спицы три с половиной и для этого мне нужны две пары кроме этого я возьму вот такой вот крючок с открытым концом для того чтобы легче набирать петельки затем на спицы их перебрасывать и еще нам нужна ниточка контрастного цвета я сейчас не буду вам показывать как выполняется это ложная кетлевка у меня есть отдельное видео поэтому можете перейти по ссылке посмотреть как выполняется это ложная кетлевка при вязании снизу вверх ложная кетлевка у меня уже провязана так она выглядит поближе вот у меня идет один ряд изнаночный затем 2 ряда лицевых это по лицевой стороне по изнаночной стороне но выглядит то же самое точно таким же самым образом первый ряд у меня был изнаночный затем два ряда лицевых и затем я уже соединила лицевую сторону и изнаночную так вот смотрится это ложная петлевка что касается количества петель по горловине у меня сто четыре петли спицы номер три с половиной ложная кетлевка номер три с половинкой вот она вот это вот рабочие у нас спицы которые мы выполняли ложную петлю вку что касается дальнейшего вязания сейчас буду переходить на нам на спицы номер 4 и буду провязывать резиночку один на один вы уже смотрите сами на какую высоту будет оформлять вот это вот горловину что касается расстояние здесь вот по горловине вот в таком виде у меня получаются где-то 22 сантиметра меняем сейчас пиццы и провязываем спицами большего и так ворот у меня уже провязаны смотрите как я полностью провязала сейчас вам расскажу вот так он получился поближе то есть плавно идет вот так вот вверх и будет хорошо облегать шею так он у меня по высоте примерно 7 сантиметров значит смотрите давайте вот так вот первые два сантиметра я провязывала спицами номер 4 затем опять следующий два сантиметра уже номер три с половиной и дальше уже провязывала номер три и закрывал фабричным способом закрыла петельки фабричным способом так она выглядит вот поближе по изнаночной стороне если кто-то не умеет закрывать этим способом вы можете перейти по ссылочке потому что это действительно красиво смотрится в изделиях свое время я тоже научилась и вы знаете очень рада потому что если закрывать обычным способом ну скажем она не то что некрасиво смотрится но она посмотрится более просто так вот на этом у меня все то есть ворот у меня провязан рукава у меня провязаны осталось этот свитер только постирать спрятать ниточки и на этом наша кофточка провязана если вам понравилось это видео буду очень рада нажимайте пальчик вверх подписывайся на мой канал переходите по ссылочкам в описании там тоже есть много интересного полезного всем спасибо за просмотр и до новых встреч